ребят всем привет ребят всем привет хотим вам рассказать новости хотим вам рассказать поделиться с вами нашими планами осталось буквально две недели до поездки в россию сейчас мы планируем поехать в россию на летние каникулы 10 июля мы едем в россию на летние каникулы проведем там полтора месяца и 28 августа мы вернемся обратно в китай в россии мы планируем поснимать тоже потому что очень сильно соскучились по россии матушки соскучились по друзьям по родственникам по каким-то родным местам да где мы родились в общем будем все снимать будем наших родных снимать показывать в общем мы поедем на дачу у нас классно у нас эти запланирована поездка на дачу но естественно город покажем где мы родились выросли посетим наших родственников будем заходить ним гости с камерой будем с подарками поедем на байкал байкал наверно возможно даже два раза получится посетить первый раз это турбаза будет или кто знает ставьте лайки наша любимая труба за утрек очень любим посетим ее поснимаем обязательно байкал вам покажем обязательно в общем интересно будет поснимаем вам россии вот такие у нас планы мы сейчас свою квартиру пересдаем где мы сейчас живем очень любили она нам очень понравилось и уезжаем в россию то есть мы остаемся без жилья и мы приедем сюда как все как по новым при нам придется искать новое жилье сказать это да потому что мы планируем что она все подошло поближе к школе да наша задача да именно переехать ближе к школе будем искать в этом гордоне жилье это не так легко потому что очень много вариантов и не все они подходят потому что либо грязная квартира либо дорого либо еще что-то в общем я думаю в течение месяца мы будем искать подыскивать здесь жилье вот и поэтому мы сегодня поедем поищем по этому району покатаемся на мотоцикле поснимаем что-нибудь интересненько и будем искать такое гостиничный вариант такой китайский общем дом будет такой я не знаю как это обозвать такого деревенского плана общем ребят вот смотрите вот этот наш garden до будущее так сказать и наша задача вот примерно вот такого плана найти жилье на месяц примерно вот так вот выглядит дом в то место поедем поищем что-нибудь да какой-то на месяц какое-то жилье нам надо найти чтобы поближе города но было чтобы мы могли сюда каждый день приходить и смотреть какие-то варианты если делать ремонт поделать ремонт здесь по деньгам примерно как сколько такое жилье будет примерно стоит ну месяц я думаю около двух тысяч юаней но это большая квартира 2 2 с половиной до размером варианты зависимости от количества комнат и так далее вот мы уже подъезжаем совсем близко к нашей школе где будут учиться наши дети вот этот garden где мы будем жить где мы планируем снять жилье а сейчас наша цель найти квартиру жилье по приезду и я видела вот в этом районе очень близко вот здесь гостиница здесь даются то ли номера то ли сдаются квартиры целиком то есть ребята мы едем абсолютно интуитивно безо всяких подсказок мы сейчас что-нибудь присмотрим подыщем что-нибудь вот какой-то нам нужно вот типа как деревенский вот такой дом квартирку желательно на две спальни где мы сможем провести первый месяц до тех пор пока мы не найдем себе жилье не обустроимся хорошим гардене мы не будем ничего снимать арендовать мы просто сейчас приценимся посмотрим вообще можно ли здесь если у нас не получится найти то мы наверно остановимся в гостинице здесь неподалеку есть гостиница на прям на дороге находится савандэй да савандэй да вот в общем там остановимся и постараемся максимально быстро найти вот в этом гардене жилье здесь почему-то много мотоциклистов здесь видимо завод какой-то отлично тогда туда едем мы обязательно этот район хорошенько исследуем найдем здесь какой-нибудь хороший супермаркет там смотри какой дом шикарный выглядит вообще круто люстра такая красиво но дизайн такой оригинальный вот такие дома бывают в деревне то есть явно какие-то зажиточные китайцы ребят вот вы всегда пишите в комментариях можно ли снять жилье допустим за 1100 за 1300 у нас есть на канале видео ролик как можно снять очень дешево жилье но в чем проблема состоит то есть вы просто не не можете снять эту квартиру самостоятельно вам нужно какой-то друг китаец чтобы свободно разговаривал он примерно вот такой будет дом да посмотрите вот такой дом там будет в общем хозяин как правило хозяин строит этот дом и живет где-то здесь у него большая квартира находится на него нужно выйти сына этого хозяина и переговорить семья как бы я планирую снимать и жилье и вот эти все детали переговорить тогда снять такое жилье в принципе можно но вот в чем проблема понимаете то есть у вас нету хорошего переводчика нету китайца и еще в чем сложность то что иностранцам не всем разрешено здесь жить там потому что нужно получить разрешение от полиции и так далее лицензия должна быть право проживания иностранных лиц поэтому нереально нереально за эту сумму за 1100 за 1300 можно снять одну комнату одну комнату в квартире примерно трехкомнатной или четырехкомнатной в городе даже в центре можно снять но это будет на подселение можно можно я видел объявление до вичайте в основном пишут якобы вот сдаем одну комнату ну там допустим ребята какие-то живут работают все разъезжается у вас будет комната один санузел один душ на всех и так далее да но надо попробовать вот в таком доме нам снять квартиру еще и на месяц не каждый китаец на это согласится обычно контракт заключается на год посмотрите вроде бы такой район до невзрачный а вот вы обратите внимание везде камеры видеонаблюдения стоят абсолютно везде вот камера вот еще одна камера везде таких районов даже ведется видеонаблюдение а вот ребят смотрите мы заехали на рынок правда на рынке сейчас пусто потому что обеденное время ну и как бы в обед рынок не работает он работает добит арбузы продается по 10 куаней за штуку всего да да посмотри какие арбузы огромные я хочу такой арбуз рынок просто огромный и я думаю здесь все можно замечательно покупать свежие овощи фрукты и наверняка где-нибудь недалеко здесь хороший супермаркет такой китайский есть где все китайцы покупают продукты это что такое посмотрите какой большой рынок он до сих пор продолжается ну конечно чума за тем более с учетом того что сейчас рынок не работает они как раз весь мусор выгребли на середину чтобы это все вывезли так продолжаем поиски жилья вот-вот смотри вот какие-то новые постройки прям похоже вот на гостиницу а вот это вообще такое классное место мы у нас здесь есть видео очень атмосферное такое традиционное это поместье какой-то династии до чем может быть ошибаемся в общем мы сейчас можем ошибаться поэтому не будем ничего говорить мы были в этом месте и у нас есть видео про это место оставим ссылочку в описании оказывается это будет очень близко к нашему дому можно будет почаще здесь погулять билетом по моему стоит около 10 юаней как-то здесь уютно да красиво что-то такое есть в этом вроде дома такие старые какие-то полуразрушенные много неухоженного всего но какой-то здесь свой шарм есть вот это походу храм какой-то старые да какие-то ворота здесь такое старое разрушенное жилье а там такие потолки красивые расписанные это смотрится как оазис среди всего этого надо но там действительно более такая спокойная жизнь немножко другая здесь так суетно а там как-то покажи вот видите ребят обычные дома такие старенькие старые дома и рядом вот такие высотки скоро вот этих всех домов не будет здесь все застроится красивыми зданиями обнесется красивым забором и будут благоприятные условия для жизни ребят вот посмотрите вот это похоже что-то на гостиницу сейчас узнаем сколько там стоит жилье и если вообще там номера и вообще жилье ли это это какая-то декорат декорация нет это написано руихон архитектурал декорейшн кэо декорационная какая-то компания перный театр ребят наша задача сейчас в общем найти вот что-то похожее вот такое то есть смотрите вот такое строение оно новое и чтобы оно было жилое именно под сдачу было и на месяц нам нужно примерно его снять продолжаем поиски ребят мы уже загорели наши лица загорели шеи загорели дома такие все прям новенькие здесь вот такой вход личный я так понимаю дворик такой вещи висят сохнут здесь подъезд плиточка такая зелененькая в интересное здесь жилища чьё-то ага здесь такой дворик и вот лодочка нюхал кайся красиво да здесь пиаулеан пиаулеан садись предлагает нам присесть предлагает нам присесть здесь у него видимо огород цветочки в общем релаксирует сидит курит это похоже бокс или может быть его заместитель пиаулеан здесь не ели ничего не еду до шалфиа пиаулеан 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 две тысячи стоять ребят а по-английски сказал две тысячи сказал так делаем обзор квартиры ребята смотрите вот это чисто китайская квартира мы нашли самостоятельно мы подошли на первый этаж нас вывели на хозяина да и вот сейчас сделаем небольшой обзор эта квартира стоит две тысячи юаней в месяц здесь как бы потолок со встроенными светильниками обратил внимание шикарно мебель смотри мебель смотри шикарно я ничего не вижу конечно ну ты знаешь нормально за такие деньги две тысячи юаней так душ ну дочь как обычно здесь нету этой стены как-то плиточка такая необычная как-то оригинальная ага так бойлер окно окно на улицу вот там мы заходили да отлично ну мне пока нравится нормально светлая квартира кстати цена цена особенно она мне нравится о второй душ отлично второй душ как тебе во все угарные подожди подожди смотрите здесь конечно колонна такая сделана неудобно здесь тоже бойлер душ душ два санузла отлично на две семьи как бы ты обратил внимание да здесь гардерон с доводчиком а здесь да 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 слушай ну это как будто на две семьи окна конечно такие интересные а то такие какие-то открытые да что ли ну зато светло, посмотри как светло в комнате да комната светлая кондиционера нету здесь это плохо кондиционеров нету ни там ни здесь а как тогда ну это надо устанавливать вот это те кто на год заезжает здесь мы не сможем слушай жарко ага дальше и вот это вот гостиная большая гостиная это балкон он показывает якобы это балкон вот животных я не вижу не вижу здесь ну новый дом здесь не будет ни мышей ни тараканов ничего так балкон неудобно конечно потому что он прям гостиная темная гостиная кстати темная да и это кухня чефан чефан здесь кухня здесь туалет еще офигеть вообще три санузла две тысячи юэй two adults, two kids two kids two, two, two two, two two, two two, two two, two two, two две санузла а здесь ребята живет сам лобан лобан седан седан говорит суршура так уютненько у него у него такая лестница вау там прудик посмотрите с рыбками офигеть здесь у него кухня это хочу наверх подняться а лобан алла кайся кай о си си разрешил мне подняться наверх хочу маленько здесь посмотреть что у него симпатично здесь сразу выход на крышу скорее всего это на балкончик на террасу скорее всего она не буду там ходить здесь смотрите у него тут офис не знаю что это ванна личная дом видно что новый здесь такая же кстати такой же санузел здесь спальня здесь раскладушка здесь какая-то общая комната и вот сюда бы конечно бы пойти опа а здесь выход еще куда-то непонятно а здесь выход смотрите на балкончик вау слушайте ну китайцы умеют делать смотрите там рыбы плавают здесь такой балкончик можно еще выше подняться это все его пользование здесь смотрите можно вот наблюдать за такой красоты вон наш гарден мы там планируем заселиться красота конечно все такое новенькое свеженькое слушай ну у него прям вообще красота кати ну это его личное мне кажется ребят смотрите как приходится общаться с китайцами мы общаемся через переводчик через вичат вичате есть встроенный переводчик вот они пишут друг другу сообщения катя пишет по-русски он переводит нам квартирка в принципе понравилось но жить наверное у нас не получится в ней потому что ни кондиционеров ничего нету и он говорит один месяц это говорит мало надо примерно хотя бы ну полгода хотя бы и он установит там кондиционеры вы выставит это все старое старую мебель эту все выставит в общем все условия сделает и можно будет жить но на один месяц он это просто делать не будет все-все-все хороший мужичок он нам так все разъяснил показал вообще он говорит вам на месяц неудобно где-то не кондиционеры не телевизор лучше говорит поселитесь в отеле заезжаете в деревню возле района где вам нравится возле метро наверное допустим да и на первых этажах спрашиваете хозяина данной квартиры выходит на хозяина и можно через переводчик через google или если у вас какой-то допустим друг переводчик можно найти такое недорогое жилье 2000 юаней за такое жилье я считаю вообще просто шикарное жилье новое все обставлено поставить кондиционеры на год подпишите договор и все и можно жить бай бай так что вот вам такой совет ребят сейчас в общем зайдем в риэлторскую контору узнаем сколько здесь стоит в этом гардене жилье ребят смотрите какой подъезд здесь шикарный а кстати подъезд правда здесь очень шикарный прям попадаешь в какую-то гостиницу вот давайте ребята вы нам посоветуете где снимать жилье здесь за 5000 юаней в месяц ребят пишите ребят пишите либо либо вот в этой деревушке буквально вот этим гарденом даже за 2000 юаней либо в этом шикарном гардене который очень новый красивый с красивым двором охраняемой территорией посмотрите каким шикарным подъездом ребята в общем смотрите 27 этаж не меблированная квартира кухня конечно кухонька такая упользовались ну в принципе пошоркать все нормально здесь не пошел скорее всего вот поменять придется вот это все давай в шкаф тараканы посмотрим я если честно не хочу ну просто открою ааа да там есть тараканы ну вот только что туда сидим вот этот открывай смотри ой короче тараканы ребята здесь это плохо надо будет еще животных вывести здесь такое вот зеркало якобы ну вообще стены страшные под деревом сделано пахнет сразу же каким-то деревом балкон балконы конечно у них шикарные большие кстати ребята кто не видел видео мы уже делали обзор данного гардена у нас есть на канале видео вот сразу же вид на школу будем ребенка наблюдать прямо отсюда нравится мне их балконы очень шикарные очень большие вот ну конечно вид с 27 этажа просто вообще аж ноги подкашиваются вот такой вот такая душевая кабина ну вот здесь вот угол вот он прям цветет да здесь надо конечно шоркать все это отмывает квартир когда-то неаккуратненько здесь комната очень маленькая очень маленькая здесь поставит якобы мебелью я так понимаю сколько дошла это 4 500 стоит 4 500 стоит вот так вот это цены поднялись 3 800 мы когда-то вот здесь примерно квартиру мы смотрели где-то за 3 800 там она была тоже немножко неаккуратная хозяин обещал там все навести порядок и вот примерно здесь видно что перед отъездом перед тем как сдавать квартиру они побилили стены потому что стены идеально белые все ну может быть вторая ребята квартира 14 этаж запах сразу же горелого масла пахнет кухней здесь в общем здесь вот такая стиралочка здесь такой тех этаж водонагреватель газовый это отлично слушай такая квартира прям грязная грязная плитка очень грязная и вот эта отделка мне вообще прям она не радует вообще она вот прям в каждой квартире ну свет выключен так ладно комната выход также на балкон есть так дальше идем здесь ой какая все желтая зашклари 4 3 4 300 ребят 25 этаж идем смотреть третью квартиру так смотрим ребят в общем здесь уже живут здесь мне прям так нравится сразу же кондиционерчик стоит запах какой-то варева какого-то да слушай ну здесь прям приятно сразу же цена прям сразу же так не офигевая спросим сколько до шанса до шанса до шанса 5 тысяч 5 тысяч телевизор новенький кондиционер хорошенький дальше давай балкончик стиралочка стиралочка стиралка новая так новая мебель действительно новая мебель а ну смотри правда новая мебель кровать здесь так симпатичен ну прям чистенько так вообще ну вот это тоже такое ну это водичка ничего страшного ну мне прям здесь нравится уже но пять тысяч и они это очень дорого это очень дорого для такого района видимо сейчас спрос какой-то или что нет спрос сейчас на груз меньше но вот люди пришли тоже смотрят они думают что же смотрят да 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 парочка пришла вот парень с девушкой так уютненько смотрится ну так в общем то неплохо мне нравится да новая говорит новый матрас говорит холодильничек новенький помыто так все хорошо да прям чисто здесь очень хорошо ну они берут за чистоту водонагреватель газовый они ремонт сделали из-за этого ремонта ребят в общем прогулялись мы покатались посмотрели какие-то варианты и мы так с Катей призадумались в общем смотрите здесь в этом гардене нам показали три квартиры в общем смотрите та квартира которая за 2000 юаней мы так сказать и призадумались потому что в принципе недалеко школа да и на велосипеде можно ну пять минут и ты будешь возле школы и чем мне эта квартира понравилась что не нужно заезжать вглубь в эту деревню эта квартира находится прямо на въезде в эту деревушку потом она просторна и естественно цена цена ребят 2000 юаней и он так 2000 юаней говорит и нам в глаза смотрит якобы нормально нет вот в общем я думаю что здесь можно еще будет поторговаться он вывезет эту старую старую мебель это скорее всего это его мебель и поставит кондиционер и может быть я не знаю в эту сумму может быть входит мебель какую-то может быть кровати поставит посмотрели квартиру ребята здесь здесь очень дорого стало я не знаю почему Катя говорит здесь якобы Кембридж Шайл там элитный район здесь все считается как элитный район в общем ребята вот такие вот мысли у нас мы не знаем что делать в общем будем думать все ребята вот такие вот у нас новости если вам понравилось это видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал всем пока ребят пока пока